5 октября отмечался Международный день архитектуры. На Кубани это событие было ознаменовано многодневным архитектурным автопробегом по маршруту Краснодар-Симферополь. В этот день участники мероприятия прибыли и в Славинск на Кубани. Подробности в первом материале выпуска. Архитектурный автопробег проводится при поддержке Союза архитекторов России, Российской академии архитектуры и строительных наук, Международной академии архитектуры, Департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края. Организаторами автопробега выступила Краснодарская региональная организация Общероссийской общественной организации Союз архитекторов России. Наш архитектурный автопробег, который проводится уже в четвертый раз, приурочен к двум событиям. Сегодня, в первый понедельник октября, отмечается Всемирный день архитектуры. И второе событие, которое мы приурочили в наше мероприятие, это предстоящий в следующем году юбилей 80 лет нашей организации. Автопробег проходит по маршруту Краснодар, Славинск на Кубани, Темрюк и потом дальше по Крыму. Керчь, Феодосия, Симферополь, Севастополь, Алушта, Алубка, Ялта и обратно сюда. Четыре дня у нас будет мероприятие. В первую очередь мы хотели бы обратить внимание на памятники архитектуры и, в частности, вот то, что мы сейчас посетили, дом Мазепы, одно из великолепнейших зданий Славинска на Кубани. К сожалению, оно находится в таком состоянии, что, может быть, с трудом уже удастся восстановить его. И, тем не менее, хотелось бы надеяться, что найдутся меценаты и среди жителей Славинска на Кубани, может быть, нашего Краснодарского края или России, которые бы хотели восстановить это здание в прежнем виде, в котором оно было раньше. И радовало бы и жителей города Славинска на Кубани, и детей, которые здесь раньше были художественной школой, и они получали азы воспитания. Вот эти наши основные цели нашего мероприятия. Колонна автомашин с брендовой символикой отправилась по маршруту Краснодар, Славинск на Кубани, Тимрюк, Керчь, Феодосия, Симферополь, Краснодар. Во всех пунктах остановки архитекторы Кубани посещают значимые и памятные места. В Славинске на Кубани участников автобробега встречал глава Славинского района Роман Синеговский. Он рассказал гостям-архитекторам о важности для славинцев исторических и культурных памятников, что находятся в районе. В нашем городе они осмотрели дом купца Мазепы. Научный сотрудник историко-краеведческого музея Марина Моздор рассказала об истории этого здания. «Это здание, как мы понимаем с вами, дореволюционного периода начала 20 века. В этот период в Кубанской области многие жилищные строения возводились по архитектурным замыслам заказчиков, хозяев своих строений. И вот сам архитектурный проект этого здания, он был сформирован Лукой Ивановичем Мазепой, заказчиком и владельцем данного здания». После чего участники автопробега посетили памятник участникам похода Таманской Красноармии – символ города Славинска на Кубани. Такой автопробег, несомненно, воспитывает патриотизм и любовь к родине. А самое главное – даёт возможность в очередной раз отдать дань уважения тем, кто победил фашизм и отстоял свободу нашей родины.